Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Тамара Савицкая и вы на моем канале. Сегодня я хочу повязать в кадре немножко и ответить на вопросы тега. Тег называется вязальное настроение. Автор тега Вера Костышева. Итак, я подписана, конечно же, это молодой блогер. Я подписана на нее и очень интересная работа у Веры Костышевой на канале. Приглашаю зайти посмотреть. И вот она составляет теги. И вот один из тегов мне очень понравился, который называется вязальное настроение. И я хочу ответить. Итак, первый вопрос. Что по-вашему можно назвать вязальным настроением? Ну, ответ тут такой. Если любишь вязание, и это твое любимое хобби, без которого сложно представить свой день, свой вечер, вот это и будет вязальное настроение. Вязальное настроение у меня всегда хорошее. У меня всегда есть желание вязать. Второй вопрос. Почему вы начали вязать? Если помните. Почему я начала вязать? Да, помню. Значит, я не то что почему, я помню, как я начала вязать. Получилось так, что это было очень давно. И когда я училась в школе, к нам в класс пришли на урок две женщины симпатичные и предложили детям посещать дворец пионеров. Ну, вы знаете, я пенсионерка и прожила уже большую жизнь. И тогда, в то далекое время, были дворцы пионеров, где были различные кружки интересные по самым разным направлением. И вот в один из таких кружков я стала ходить с одной девочкой. Вот. Но позже как-то так получилось, что я ходила одна в этот кружок. Вот. И с тех пор вот я начала вязать с перерывами некоторыми. Вот. Поэтому, да, я помню, как я начала вязать. А почему? Ну, мне это показалось очень интересным, увлекательным, создавать что-то своими руками. И это мне очень понравилось. И я даже помню моё первое изделие. Это был шарфик. Третий вопрос. Как в какое время года любите вязать и почему? На этот вопрос я отвечу так, что я люблю вязать, в общем-то, в любое время года. Единственное, что летом. Летом, конечно, как-то меньше хочется вязать. Летом я на природе провожу время. Мне нравится на речку, на море, если получается отдохнуть. Поэтому, ну, летом, конечно, вяжу, но, в общем-то, в меньшей степени. Вот. Дальше. Значит, третий вопрос. А, четвёртый вопрос. Влияет ли погода на ваше вязальное настроение? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, не влияет. Скорее всего, не влияет. И хотя иной раз так вот, когда особенно зимой или там на улице идёт дождь, а ты сидишь в тёплой квартире или перед телевизором и вяжешь в тишине, то, конечно, в общем-то, это довольно получается такая, создаётся уютная атмосфера. И, пожалуй, я отвечу так. Когда на улице сыро, дождливо, холодно и ветер, и посидеть дома повязать, это, конечно, да, получается, что очень так уютно, тепло и замечательно вязать. Поэтому вот погода в некоторой степени довлияет. Пятый вопрос. Какой комментарий вам запомнился больше и почему? Значит, какой комментарий? Ну, у меня таких есть два комментария. Когда я начинала свой канал, это было в сентябре 2019 года, для меня было важно и очень запоминающимся таким фактом было, что два опытных блогера. Это Вера Бармова. Это блогер опытный. У неё уже 52 тысячи подписчиков. Она написала комментарий на мою шапочку Такори. Вот. И мне было очень приятно, что такой опытный блогер написала. И мы продолжили наше общение уже в Одноклассниках. И второй комментарий, который мне очень тоже показался ценным, это Анастасия Клубок. Тоже очень такой уже известный блогер. У неё тоже больше 40 тысяч подписчиков. Мне тоже было ценно их мнение, их комментарии. И для меня это, конечно, очень запомнилось. Значит, ну и в комментарии Вера Бармова написала, что интересный комментарий. И теперь буду знать, что шапочку Такори придумала Светлана Такори, итальянский дизайнер. Ну, вот такой вот был комментарий. Шестой вопрос. Как ваш характер влияет на ваши вязальные процессы? Вопрос, скажем, даже какой-то неожиданный. Ну, характер. Характер у меня, в общем, я могу сказать, что я человек довольно-таки усидчивый и терпеливый. И, может быть, моя усидчивость, как черта характера, влияет на вязальные процессы, потому что я могу сидеть, допустим, час и два, и не вставая с кресла или со стула, я сижу иногда, вяжу за столом, иногда в кресле. И поэтому, как черта характера, усидчивость, она положительно влияет на вязальные процессы. Седьмой. Что вам даёт общение с подписчиками? Позитив. Общение с подписчиками мне даёт... Так, минутку, накид. Мне даёт позитив, мне это всё интересно. И заходить на другие каналы, слушать на всякие-всякие разные темы, ролики тоже интересно. И, как я уже говорила, в некоторых моих тегах я продолжаю общение с моими подписчиками и в социальных сетях. Дальше. Восьмой. Стали бы вы делать видео в дурном расположении духа? Нет, не стало бы. Не стало бы, потому как я с уважением отношусь к своим подписчикам и хочу, чтобы, значит, видео было на позитиве, чтобы оно несло положительный какой-то заряд эмоций. И дурное расположение духа здесь, конечно, совершенно неуместно. Видео должно быть позитивное, интересное, чтобы нравилось людям. То есть я этим уважаю людей, когда создаю своё видео в хорошем расположении духа. Так что вот такой ответ. Девятый. Как влияет на ваше настроение посещение магазинов, товаров для рукоделия? Очень положительно влияет. Я живу в Белоруссии, в областном городе. И у нас есть, конечно же, много товаров, много магазинов, где товары для рукоделия. У меня есть любимых три магазинчика. Я частенько туда захожу. Кроме того, конечно, по интернету иногда, значит, заказы делаю и на почте посылки получаю. Вот эти магазины на меня, конечно, особенно влияют. И общение с продавцами, я общаюсь с ними, разговариваю. И когда я посещаю такой магазин и что-то покупаю, мне приходится домой. И, как можно сказать, таким простым народным выражением, мне руки чешутся, скорее что-то взять и вязать. Поэтому, да, очень влияет положительно. Вот. Дальше. Десятый вопрос. Какой формат общения с подписчиками дарит больше всего позитива? Прямой эфир, переписка в комментариях или личная встреча? Ну, прямых эфиров я ещё не проводила. Вот. Возможно, они у меня будут, но пока я не проводила. Лично тоже ни с кем не встречалась. Ну, только вот в соцсетях общаемся. Переписка в комментариях, да, тоже интересно. Интересно, как развиваются каналы. Я захожу не только на вот вязальные каналы, по то, что мне очень близко. Я захожу на другие каналы, как я уже сказала. И очень интересно общаться, переписываться. Пожалуй, и на прямые эфиры я ходила, на стримы я ходила уже ко многим блогерам. А прямые эфиры тоже интересны, даёт много позитива. Но, как я уже сказала, я ещё сама не проводила. Одиннадцатый вопрос. Каких по содержанию комментариев ждёте от подписчиков? Ну, как любой обычный человек, конечно же, хочется позитива. И надеюсь, что наше, как бы, желание взаимно. Вот. Но в то же время я и готова к критике и к каким-то вопросам по теме. Потому как я делаю подробные мастер-классы. И мне уже подписчики задают конкретные вопросы по конкретному мастер-классу по вязанию того или иного изделия. И поэтому, да, в общем-то, комментарии бывают разные. Но они, конечно, в основном позитивные. Вот. И пока что у меня не было негативных комментариев. Но кто знает, жизнь впереди. Жизнь покажет. Кто знает, что будет впереди. Хотя, конечно... Хотя, конечно, я стараюсь, чтобы создавать видео интересные и позитивные. И чтобы мои видео унесли людям положительный заряд эмоций. Чтобы всё было отлично. Так, далее. Какой следующий вопрос? Значит, да. Двенадцатый. Есть ли у вас подписчики-любимчики? Ну, да. Я, конечно, называть их не буду. Их много. У меня есть такие подписчики-любимчики. Если вот я начинаю свой день и открываю YouTube, и я вижу, что, допустим, появились какие-то... появились какие-то уже новые видео, кто-то выложил. Я вот вижу. То я, скорее всего, зайду туда сначала, где мне интересно, где, ну, люди мне очень нравятся. Вот, посмотрю то видео, а потом уже зайду и к другим моим подписчикам. Но, опять же, по мере возможности. Подписчиков всё больше и больше. И поэтому я думаю, что люди понимают. И так же, как и ко мне заходят не все подписчики. И то же самое я не обещаю, конечно же. У меня уже сейчас около тысячи, что я буду заходить ежедневно ко всем, кто выкладывает видео. Это просто физически невозможно. Но любимчики, да, у меня есть. У меня есть каналы, особенно по вязанию, где заходишь и восторгаешься просто девочками. Какие они делают работы. Что, как говорится, глаза разбегаются. И просто восторг и радость от того, что вот как, особенно молодые блогеры, то есть это люди опытные на самом деле. Они просто блогеры молодые. А работа у них такие, что говорят таким простым обычным языком, что закачаешься. Такие классные работы есть у девочек. Поэтому вот, что касается любимчиков, да, у меня есть такие любимчики. Тринадцатый вопрос. О чём больше всего любите рассказывать в своих видео? О себе, о планах? Отвечать на вопросы тега, о готовых работах, снимать МК или что-то другое? Ну, пожалуй, я люблю отвечать на вопросы тегом из этого вот тринадцатого вопроса. Я снимаю МК. Я снимаю подробные МК. Кто вот на моём канале, те знают, что я снимаю подробные МК из двух частей, из трёх частей. Они такие очень подробные. Ну, надеюсь, что те, кто смотрят мои МК или вяжут по моим МК, значит, они... Ну, надеюсь, они им полезны, интересны. Вот. И поэтому, да, мне, конечно же, интересен такой формат. Вот, значит, вот теги МК. Ну, и, конечно, о планах. Ну, а как же о планах не рассказывать? Если, предположим, я купила какую-то пряжу. Я вкратце расскажу о пряже. Потом я расскажу, значит, о своих планах, что я планирую вязать. Вот. Единственное, что не всегда у меня получается представить конкретную модель, вот, которую я буду вязать в самом начале видео, потому что иной раз получается так, что есть две-три в голове идеи, как связать, что придумать. Или же, допустим, в интернете что-то найду интересное и своё добавляю, узор свой добавляю, или там какую-то интересную линию реглана добавляю. И не всегда у меня получается в самом начале видео вставить, но я к этому приду, что перед тем, как вязать какой-то процесс, я буду вставлять фотографию, один или два варианта. Вот я так видела, Светлана Заяц делает, мне нравится. И, возможно, буду тоже так делать. Так, далее. Значит, 14. Какие эмоции испытываете после окончания проекта? Ну, какие тут можно испытывать эмоции, кроме радости, кроме удовлетворения своей работой. Поэтому эмоции самые замечательные, радостные, самые положительные. Накид. Вот. Поэтому эмоции у меня всегда такие на высоте, скажем так. Так, дальше. Пятнадцатый вопрос. Зачем вы делаете видео? Ну, вопрос как бы необычный, я сказала бы. Но как же на Ютюбе, если не выкладывать видео, как люди узнают о том, что я вяжу, как оценят мои работы. И поэтому я делаю видео для того, чтобы людям сообщить информацию о себе, о том, что я вяжу, поделиться своими планами. И, может быть, кто-то, так сказать, возьмёт себе в копилочку какие-то мои мастер-классы, какие-то мои идеи. И я этому только рада. Я щедро делюсь своими знаниями, своим опытом, своими умениями с другими людьми. Шестнадцатый вопрос. Завидуете ли вы другим блогерам? Зависть вообще нехорошие чувства и завидую. Я, наверное, редко кому завидую. Но вот, предположим, у нас на Ютюбе два таких, как бы, аспекта таких важных. Это количество подписчиков и, значит, сами вот вязальные какие-то готовые работы. Вот. Значит, завидую ли я, предположим, у кого 50 тысяч подписчиков? Нет, не завидую. Это люди достигли своим трудом, своими умениями. В этом я не завидую. Завидую ли я каким-то изделием готовым? Я не знаю, насколько это правильный такой вот ответ в этом плане. Это не зависть, это желание сделать, стремиться вверх, стремиться. Я не знаю, как это правильно сказать. Это меня стимулирует, это меня мотивирует двигаться вперёд, достигать каких-то новых высот, каких-то новых знаний. Или, допустим, я чего-то не знаю, а вот другие блогеры уже это умеют. Вот, допустим, вот какой мне на ум пришёл пример. Ну, вот это японская книга Хитомишида. Я, допустим, посмотрела на Ютюбе, сколько уже много девочек, связала по этой книге своих, уже есть изделия. А у меня связано только несколько образцов. То есть меня это стимулирует и мотивирует к тому, чтобы вязать, стремиться вверх, стремиться связать что-то вот хотя бы вот из этой японской книги вот этой с применением вот этих узоров. Я, может быть, летом что-то свяжу, но пока ещё у меня готовой идеи нет. То есть это является, вот когда я смотрю, подписчиков конкретно это стимулирует, конечно. Вот у меня скоро будет тысяча, надеюсь. А что касается работ, это восхищение, это восторг и это стремление двигаться вперёд. Как я уже сказала, двигаться вверх, то есть двигаться вперёд к новым каким-то достижениям, к новым моим умениям, к новым навыкам. Вот поэтому это не зависть, это вот как бы стремление идти вперёд, когда я захожу на другие каналы и вижу работы других девочек. Я вот так вот отвечу на этот вопрос. Семнадцатый. Часто ли у вас возникает желание повторить то, что связано другими? Или хочется придумать что-то своё? Повторить? Ну, желание повторить, может быть, и возникает, если ответить откровенно. Но у меня на канале в основном мои работы. Вот я делаю вот тоже работу, сейчас вижу. Это всё придумано мною. И предыдущие работы, плечевые изделия, которые у меня есть на моём канале, это придумано мною. Поэтому желание, может быть, и есть. И, предположим, я вижу какую-то интересную модель на Ютубе или в Пинтересте где-то. То если даже в чём-то она мне нравится, я обязательно добавляю что-то своё. Но я так планирую делать. Пока я вот так ещё не делала, вот я вижу именно то, что вот я так вот придумала, так я и вижу. Вот конкретно, допустим, этот джемпер. Или вот этот, который на мне. Вот всё, я придумала своя. Но желание такое вот повторить, скорее всего, нет. Желание такое вот, может быть, чему-то научиться, но опять же, именно добавить какую-то свою изюминку, свою какую-то идею. Так что я вот так отвечу на 17-й вопрос. 18-й. Существует ли по-вашему сообщество вязальщиц? Ну, насколько я знаю, есть маленькие такие группки вязальщиц. Есть на Фейсбуке группы, есть в Вайбере. Я в некоторых участвую, состою в этих группах ВКонтакте. Вот. Поэтому таких сообществ много, я думаю. И, ну, вот, да, существует такое сообщество. Но оно не одно. Это группы, их несколько. Вот. Ну, вот так вот отвечу. 19-й. Если ваши подписчики станут блогерами, вы удивитесь? Ну, в общем, да, удивлюсь. Удивлюсь. Ну, и, в общем-то, и порадуюсь. И порадуюсь. Наверное, каждый подписчик хочет стать блогером. Если говорить конкретно о вязании, вот девочки, которые подписаны, такой же была и я два года тому назад. Я заходила, я смотрела, я что-то вязала. И стать блогером у меня желание появилось только когда вот я, ну, скажем, уже знала, что не буду работать. У меня контракт заканчивался в октябре месяце. И я уже знала, что не буду работать. И поэтому в сентябре я как бы за месяц до этого события начала думать, а что же буду делать я дальше. Вот. И открыла свой канал. И, возвращаясь к этому 19-му вопросу, ну, я только порадуюсь за людей. Если кто-то хочет стать блогером, вот я имею в виду вязальщиц, пожалуйста, конечно же, становитесь блогерами. Заходите на мой канал. Может быть, вы чему-то научитесь. Пишите в комментариях какие-то, если у вас есть вопросы. Пишите мне в соцсетях. Подписывайтесь на меня. Вконтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Вот. Поэтому да, да, пожалуйста. Не знаю, насколько я удивлюсь, но я только желаю, чтобы те, кто хотят стать блогерами, ими стали. Двадцатый вопрос. Какое настроение у вас после ответов на вопросы данного тега? Замечательное, замечательное. Ведь этот и этот тег назывался назывался вязальное настроение. Поэтому настроение, конечно же, хорошее. И вязать я не перестану. Вязать я люблю. И я хочу пригласить моих подписчиков, девочек, которые вяжут, принять участие и ответить тоже на вопросы вязального тега вот этого. Вязальное настроение. А моим подписчикам хочу обратиться к моим подписчикам. Если вам этот тег понравился, напишите комментарии, поставьте лайки. А тем, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда будет выходить следующее видео. Вот. И на этом я с вами буду прощаться. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.